Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup И в этом видео мы с вами посмотрим Ulefone Armor 22 Причем видео будет состоять из двух частей В первой части я все это дело распакую, посмотрю Потом, соответственно, попользуюсь какое-то время И уже с отзывом вернусь дальше продолжать ролик, да? То есть для вас это будет один ролик Итак, начнем со смартфона Итак, это Armor 22 Тут написано, что IP6869 Airproof Ну, вы знаете мое отношение ко всем этим IP6869 Оно довольно-таки скептическое По коробке, что я могу сказать? Тут еще характеристики написаны Опять же, Milt Standard 810 Написано, что есть инфракрасный порт Helio G96, обязательно проверю 8128, 658 дисплей Причем сразу написали, что это Full HD+, 120 Гц Камеры, батареечка 6600, есть NFC И Pure System 13, я так подозреваю, наверное, это Android 13 Судя по тому, что написано Ну, Pure System, наверное, типа чистая система Окей, давайте начнем сразу с комплекта смартфона В коробке у нас вот тут конвертик Вот такой Сразу хочу глянуть, что тут в конверте О! О! Ремешочек Ремешочек вот такой вот Прикольно, хорошо Так, скрепка Юзер-мануал Если что, юзер-мануал на русском языке Так Так, это такой Мультифункшнал Гарантийник Инструкция по зарядке А еще А еще В комплекте Стекло Хорошее стекло Такое На экран Молодцы Ладненько Погнали дальше Сразу нас тут встречает, соответственно, сам улефончик О нем позже И что тут еще в комплекте О! В комплекте у нас зарядочка Сейчас глянем на сколько На 33 ватта Если вам там видно в камеру И вот такой вот Симпатичный Кабель Красного цвета С обеих сторон Он USB-C Ну и зарядка, соответственно, тоже USB-C Так Давайте глянем сам смартфон Сразу хочу сказать, что вот эта вот штука На удивление На удивление Понимаешь, что это нафиг никому не нужно Но она сделана из такого плотного материала Странно Я думал, как-то обычно они завернуты, знаете, в такой какой-нибудь Ну, раз снял и выкинул А тут довольно-таки плотно По смартфону, соответственно, тут снова нарисованы его характеристики Которые мы уже почитали Внешний вид Он для смартфона, который я называю трактор И он довольно-таки тонкий Тонкий и легкий При этом тактильно могу сказать, что по ощущениям Вот он Это у меня часы, если что Он ничего, нигде не скрипит Нормально После несколького легкого теста он не разваливается А сразу посмотрим, что по органу управления Качель громкости Кнопка включения USB-C спрятан вот тут вот под заглушкой Тут, соответственно, это подозревая какая-то дополнительная кнопка Я об этом скажу, наверное, в основной части обзора А тут у нас слот Причем у нас же есть скрепка Но, насколько я понимаю, слот можно и так вытащить В слоте, что интересного Смотрите, тут одновременная поддержка, насколько я понял Двух сим-карт и карт памяти Что очень даже неплохо Как они элегантно решили этот вопрос Не решили делать там какие-то простые, комбинируем А сделали и Сзади модуль камер Вспышки Надпись Ulefone Вот тут вот маленькое вот такое вот отверстие Подозреваю, что под микрофон И сверху Кстати, сверху Сверху у нас есть такая штука странная Инфракрасный порт, про которую говорилось Я про вот эту вот штуку Что она интересна Для чего она Что сюда можно поставить Или это просто какая-то технологическая Такая дизайнерское решение Тут у нас под джек 3,5 Кстати, тоже хорошо Окей Я тогда сейчас делаю вот так вот Это тоже, кстати, из плотного Зачем они такие плотные материалы использовали? Очень странно Обычно в этом случае не используют плотные материалы Так, он пока включается Давайте глянем чехол Чехол в отдельной коробке Написано Armor 22 Series Protective Case Окей И тут у нас в чехле Есть даже инструкция Так Вот так вот это выглядит Плотный пластик Неплохо А, это у нас, значит, скрепка То есть Я это... Опа А это у нас, значит, карабин Ага Оно взаимозаменяемое Так, сейчас, наверное, оно просто вот так Оп, снял Вот так вот карабинчик Оп, повесил Потом взял И одел чехол Прикольно Прикольно прям Вообще Прям неплохо А ну-ка Я их зачем делаю Сразу проверяю Будет оно отваливаться Слабо ли оно держится Ну, как видите Держится неплохо Повески Я стараюсь сильно Прям молодцы Я не ожидал, что оно будет держаться Так неплохо Я думал, может, это самое Не, нифига Даже нигде не соскочило И, смотрите Хоба А снимается на самом деле легко Хотя сидит Очень плотно Странно, странно Я ожидал, что он, соответственно Может соскочить Ладненько С этим все понятно Это прям как бы норм Откладываем Еще, соответственно Есть крепление Крепление для Мотоциклов Электро Короче, мопедов Велосипедов И самокатов К сожалению Ничего нету Из этого транспорта Очень буду надеяться Что в комплекте Помимо крепления на руль То есть вот такое вот Возможно Есть крепление для автомобиля Но Мы все равно посмотрим Что там Ох Как оно все выглядит А Даже инструкция снова Так Пожалуйста Можно О, отверточку Положили в крепление Блин, отверточку Так Это 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 Надо посмотреть Оп Еще один ключ Слушайте Как тут все продумано И Качество пластика Я вам хочу сказать Очень даже неплохое Я прям почему-то Ожидаю Что все будет Прям Ну Такое себе Нет Нет Все Даже по качеству Пластика Неплохое Так Так Еще какой-то Скотч По всей видимости Так Что у нас тут В комплекте В комплекте Больше ничего И Оу Слушайте Какое оно Мощное Вот это Вот это Наверное Офигеть Насколько оно Мощное Такое Прям Из плотного Тоже Норм К сожалению Крепления в автомобиле Нету Но если только Вот эту штуку Можно приколхозить На руль Но это будет Неудобно Это бред Ну блин Так А как А как А вот эти штуки Нужно будет Открутить Отверточкой И отрегулировать Их под Смартфон А потом Соответственно Опа И оно держится Потому что Там он А да Да Сразу все Становится на свои места Потому что Когда я его неправильно Вставил Он тут соответственно Попадал по клавишам А так Доступ к клавишам Доступ к слотам Все открыто Все окей Хорошо Сейчас соответственно Я его активирую Начну ним пользоваться И вернусь к вам Буквально через мгновение И вот Прошло некоторое время И я готов поделиться Впечатлениями От использования Первое о чем хочется сказать Это про его компактность Ну то есть Для смартфона Который подразумевается Как защищенный По заявлению производителя Вы знаете Я к этому отношусь Крайне скептически Всегда При любом подобном смартфоне Но Я называю такие смартфоны Тракторы И вот для Такого смартфона Формата Трактор Он очень компактный Вы посмотрите Насколько он такой Тоненький Опять же Для формата Тракторов Также хочется отметить Еще один момент О котором особо Нигде Не написано Это то что тут же есть Инфракрасные диоды И соответственно Он может снимать В полной темноте Причем Вот написано Там про Waterproof Там соответственно IP6869 Вот еще разные Крутые фишки Я что-то как-то Вот а где здесь Написано про то Что он снимает ночью Ну как бы По мне Это довольно таки Крутая фишка А про нее Как-то Не особо Уделили внимание Но Теперь вы знаете Я дальше покажу примеры Итак по поводу системы 13 андроид Первое что я всегда проверяю Захожу в телефон Три точки Настройки И тут есть Стандартная Гугловская звонилка У нее есть свои Соответственно Минусы такие Как она На тот момент Когда я ее проверял И пользовался Она перед записью Соответственно Проговаривает Что идет запись И дело не в том Проблема что она Проговаривает Дело в том Что она делает это Настолько долго и нудно Что Это больше тебе мешает Чем пользы Дает В общем Вот такая вот есть запись Ну Как бы Есть и есть И в принципе На этом спасибо Дальше По поводу системы В принципе Мне пока Поначалу казалось Что она работает Довольно шустро Круто Вообще Прям всю думаю Блин странно Как бы для такого смартфона Все смотрите Быстренько Раз туда сюда Хоба хоба А потом я вспомнил Тут же экран 120 герц Блин Камон Поэтому Это все и кажется Что все так быстро Шустро Также По поводу системы Как бы Несмотря на то Что все быстро Круто Шустро То Прошу обратить внимание На перевод Перевод тут уже после стольких дней После стольких обновлений Промптовский Прям жестко Промптовский Легкая пуск Окей Легкая пуск А это на самом деле Облегченный дисплей Для работы Я не знаю Это в перчатках Легкая пуск Окей Но Давайте я вам покажу Еще в настройках Настройки И что мы тут видим Тут по поводу перевода В принципе Казалось бы Да ничего такого Что ты придираешься Там чуть-чуть Пользовательская кнопка Щелк раз Щелк два Круто На самом деле Вот эта вот кнопка Которая находится С левой стороны Довольно таки Удобная Как бы На один раз Я ничего не поставил Потому что Один раз Ты когда его перехватываешь Все равно Можешь что-то задевать А вот двойное нажатие Вот это Как бы Прям для фонарика Прям отлично Вот тут вот Смотрите Крутое обувь Что такое Крутое обувь А потом включаешь А тут оказывается Пульт Напоминаю Если что В этом смартфоне Есть инфракрасный порт Всегда говорил Что классно И мне вот нравится Вот это Вау Прям в плане перевода Окей Далее по системе Стоит наверное Сказать по поводу Синтетики По синтетике Что я могу сказать Библиотека Троттлинг тест 100 потоков Все Вот выглядит Очень даже Неплохо 100 потоков Но при этом Если ты запускаешь Антуту Как вы видели У меня оба модуля Антуту установлены Он не хочет Никак вообще Ничего никуда Потому что Скорее всего Там показатели Будут не особо ахти Ну а мы можем В любом случае Посмотреть Что тут Helio G96 Mali G57 Разрешение 2408 на 1080 8 гига оперативной памяти 128 строй Кстати по поводу Оперативной памяти Тут есть Функция Файла подкачки То есть я хожу О телефоне И опять же вижу Тут некоторую информацию Видите написано 8 плюс 8 Я не знаю Зачем они это делают Потому что 8 гигов смартфону На сегодняшний день Это прям Вот за глаза Если нужно больше Напишите мне Для чего Может быть нужно больше Особенно такому смартфону Оперативной памяти Далее По поводу игр Я наверное Сразу перечислю Танки Несмотря на то Что смартфон Напоминаю Поддерживает 120 герц Я захожу в настройки Перехожу В раздел Экран И в самом низу Смотрите Здесь есть Screen Refresh Rate Они даже решили Это особо не переводить Потому что Screen Refresh Rate Я думаю Перевели как-нибудь Забавно Короче Суть в том Что сейчас Это и динамическая Я включал отображение Герцовки И оно как бы Когда ты Скролишь Пользуешься Нажимаешь 120 А потом соответственно Дропается до 60 Но тут есть промежуточный вариант Можно поставить 90 И окей Но Вот меня вот такой вариант Полностью устраивает Потому что за счет этого Интерфейс выглядит прям Супер быстро Короче В танках только 60 В кроссауте 66 69 Пошли ФПСы Ну все таки G96 От него не стоит Чего-то ожидать Но сам факт Что может Может выходить За И за 90 Даже он порой выходит Поэтому идем дальше Долго не задерживаемся Стенд-офф Смотрите что у нас В стенд-оффе В стенд-оффе Он тоже Почти Почти 117 ФПС Прям ох Молодец Ладно Давайте дальше глянем Я не знаю Видно вам там или нет Оно чуть больше 60 От 62 До 67 Короче Как заявляет счетчик стенд-оффа Которому я не верю Потому что были за ним Горешки Почему оно не приближает А вот так вот видно Видите Видно что там чуть больше 60 Почти даже иногда 80 Суть в том что я счетчику Просто этого самого стенд-оффа Я счетчику не устоит Не особо доверяю Но информация Есть информация Так Дальше Call of Duty 30 И PUBG Mobile Ultra FPS Это по-моему 40 или 45 Я не знаю Забыл уже Напишите в комментариях Сколько это Ultra Ну и давайте посмотрим В принципе Как на этом смартфоне Будет работать Геншик Так Геншик соответственно Включился Я захожу сразу В настройки Графика И Все делаю минимум Перепроверяю Чтоб все было минимум FPS Я ставлю 60 Чтоб было веселее Так И Погнали Как минимум Бежать в течение 30 секунд Тут можно довольно таки бодро Так Тут у меня на карте Вроде как Что-то должно быть Интересненькое Да Где вообще персонаж А вот тут Нифига Тут нет интересненького Ну А нет Почему Вот ребята Добрые какие-то Так А вот как раз так Немножечко Экшончика Не надо ничего Включать Как бы Как по мне В принципе Побегать можно По миру Ну так Сносное передвижение По миру А как по вашему Напишите в комментариях Окей С играми все понятно Если что Если вдруг я не забуду Я в описании Оставлю ссылку Чтоб вы могли Посмотреть его цену И наверное Осталось еще Посмотреть камеры Итак по поводу И так по поводу камер Сразу первое На что я стоит Отвратить внимание Это то что Тоже перевод Тоже такой Промптовский Видите Пленка 64 Ну Больше Хорошо А так же Сразу начну с интересного Это то что Ночное видение Давайте вам сразу Покажу примеры С ночным видением Пример ночной съемки Для Ulefone Armor 22 Итак Вот он смартфончик Как вы видите Мы в полной темноте Я его разблокирую Захожу в раздел Камера И вот тут вот Видите Есть даже специальный Такой разделчик Называется Ночное видение Я в него перехожу Вуаля На камеру Видно? Да Видно что теперь Он Видит В темноте Причем Можно делать Фотографии А так же Можно снимать Видео То есть Я могу переключиться И как видите В темноте Сейчас нажму Снять Вот это Пример съемки Видео Ulefone Armor 22 В полной Темноте Если вдруг Вы не понимаете Как это работает Напомню У него Вот тут Возле камеры Помимо основного Светодиода Вспышки Есть Инфракрасный И как раз Таки За счет этого Он и Снимает В темноте То есть Видите Вот если я просто Включу камеру К примеру Там Видео Просто видео Он точно так же Все не видит Как и камера На которую я снимаю Фото А если я перейду В режим ночного видения Он подрубает Соответственно Инфракрасные Вот эти вот Диоды Ну и по поводу Фотографии Соответственно Вы видите Фотографию На основную Камеру Потом фотографию Скорее всего Сделанную Зумом Потом фотографию Сделанную С включенным АИ А потом Отдельно Фотографию На 64 Мегапикселя Естественно Будет Фронталочка И Примеры Видео Улефон Армор 22 Full HD Основная Камера Немного Пройдусь Так Что у нас По фокусу Ну тут Нормально Он видит Это из-за Пасмурной Погоды Интересно А если Вот так А потом Вот так Ага На Full HD Он медленно Фокусируется Причем На 2К Он быстрее Фокусируется Окей И Зум Это Зум 4Х Улефон Армор 22 Основная Камера 2К Вот это Я иду Это Вот так Это Зум Медленовато Окей А что У нас По По Зуму То был Автофокус А не Зум Это У нас Соответственно Зум 4Х Улефон Армор 22 Фронтальная Камера Full HD Насколько я понимаю Это 30 кадров Посмотрю Желеечку На компе И Немного Пройдусь Вот так Вот он Снимает И На этом Все Всем Спасибо За просмотр Всем Пока